всем приветики спасибо что зашли на мой канал у меня сегодня будет видео о большой уборки на кухне будет полное расхламление уборка организация пространства буду все красиво складывать раскладывать все чистить покажу чем чище чем отмываю как все раскладываю как я все храню в общем как вы видите на кухне бардак ящики грязные везде куча посуды все шкафчики заляпаны везде что-то не подмыто и не почистенная про плиту вообще молчу тут какой-то кошмар и ужас в общем планирую все вот мыть все перебрать все расставить на свои места если вам нравятся такие видео не забудьте поставить лайк напишите комментарий и конечно же не забывайте подписываться на канал мне будет очень приятно очень часто глобальную уборку на кухне мы откладываем на потом сейчас мы не хотим этим заниматься и происходит вот такой кошмар что кухня просто зарастает грязью а это шкафчики сверху и тут вот столько вот пыли и грязи такая липкая пыль который бывает сверху на шкафах все тут в этой грязи буду сегодня все это отмывать и чистить если вы никак не можете заставить убраться себя на кухне давайте сделаем это вместе и пусть это будет для вас мотивацией чтобы очистить эту липкую грязь сверху шкафчиком без каких-либо усилий я беру азелит антижир забрызгиваем сверху шкафчики быстренько протираю все губочкой и потом убираю обычной влажной тряпочкой и шкафчики сразу становятся чистыми и красивыми я уже достаточно давно пользуюсь косметикой union всегда после умывания наношу сыворотку этого бренда распределяя ее по лицу она делает кожу ровный напитанной и конечно же я не смогла пройти мимо их новинки это новый крем с экстрактом центеллы азиатской успокаивает и восстанавливает поврежденную кожу стимулирует синтез коллагена первого и второго типа обладает лифа дренажным эффектом а также снижает негативное влияние ультрафиолет мне безумно понравился этот крем он так классно подтягивает кожу выравнивает тон возвращает упругость а также не оставляет никакого жирного блеска и липкости на лице его также можно использовать как основу под макияж безумно удобная баночка с таким дозатором и у него очень экономичный расход хватит точно надолго а я возвращаюсь к своей уборке продолжаю убирать и отмывать всю грязь сверху шкафчиков также открываю решетку от вентиляции ее тоже нужно помыть потому что на кухне она всегда пачкается за счет того что на кухне постоянно что-то готовишь пыли смешивается жиром и потом просто ужасно ее сложно отмывать также на шкафчиках вся эта пыль и скапливается но у меня есть средство от крас это анти жир который прекрасно справляется с такими загрязнениями просто губочкой наношу на все поверхности хорошенечко распределяю пену и грязь просто сама по себе растаивает остается только хорошенечко все протереть чтобы нигде ничего не осталось но самое главное будьте осторожны и не оставляйте это средство надолго на шкафах потому что может испортить мебель все делаем быстро быстро буквально в течение минутки может двух чтобы не испортилась мебель ну вот и все на шкафах сверху чисто убрано и перехожу к другим ящиком обязательно протирают все ручки все дверцы со всех сторон потому что они как всегда чем-то заляпаны запачкиваются и нужно все убрать наверху все хорошенечко протираю протираю саму полочку и стараюсь все аккуратно расставить чтобы организовать лучше пространство у меня не так много шкафов и все нужно как-то это все хранить поэтому я постоянно ищу всякие новые варианты чтобы все было и красиво и аккуратно и чтобы конечно же все полезло теперь убираюсь на нижние полочки тут у меня стоит корм для кошек хлопья детские стакана для воды и также здесь у меня стоит чай тут еще лежат у нас печеньки и дети постоянно их берут и постоянно сюда насыпаются крошки решила все организовать в органале чтобы все было красивенько расставить весь чай все травушки и решила что делаю вот так мне очень все понравилось теперь нужно протереть все эти трубы колонку все вот это вот хорошенечко чтобы нигде не было никакой пыли также хочу помыть микроволновку со всех сторон сзади и спереди снизу и сбоку убрать микроволновку протереть под ней чтобы все было чистенько в общем самое главное когда убираешься делаешь генеральную уборку на кухне нужно залезть везде в каждую дырочку не пропустить ничего чтобы все было чисто у меня практически никогда не бывает грязной микроволновки потому что ее протираю очень часто почти наверное каждый день или через день просто тряпочкой чтобы не было никаких жирных капелек теперь нужно разобраться с этими баночками конечно эти баночки очень красивый так классно когда они стоят но они тоже достаточно много собирают пыли хотя бы раз месяц их нужно протирать каждую баночку отдельно протирать от пыли и протирать эту полочку здесь у меня стоят различные специи кофе чай сухой чеснок семечки какао ну в общем все что нужно здесь все у меня стоит в таких красивых баночках быстренько все протираем занимает в принципе не так много времени но красота просто безумная мне очень нравится это моя любимая полочка теперь нужно разобраться здесь протираю столешницу и перехожу к уборке самой главной рабочей зоны на которой я все делаю готовлю в общем тут тоже нужно все протереть также протираю коробочку для чая покупал и экспрессе очень удобно для чайных пакетиков аккуратно туда складываешь и красиво стоит после чайника также сразу решила помыть корзиночку в которой мне стоит масло соевый соус и яблочный уксус протерла все бутылочки все баночки также протираю чайник и все тут красиво убрано теперь нужно разобрать посудомоечную машинку разложить всю посуду по своим местам посудомойка вообще моя незаменимая поможет я ее просто обожаю не знаю что бы я делала без нее она это моя особенная любовь и теперь грязную посуду загружаю обратно в посудомойку ставлю пластины от гриля их тоже мою в посудомойке кстати когда будете покупать гриль выбирайте лучше гриль со съемными пластинами чтобы можно было помыть посудомойке теперь нужно отмыть решетку от вытяжки также забрызгиваю а зелитом даю немножечко постоять и прохожусь и кубочкой и все и решетки становятся просто чистыми буквально за секунды даже не нужно ничего тереть хорошенечко проспределяю пену с двух сторон и теперь остается только все промыть проточной водой смыть всю пену и все чистенько теперь мой свой тефлоновый коврик также мою кофеварку то что нужно помыть руками протираю фасады всех шкафчиков снаружи также протираю полочки чтобы нигде не было никакой пыли чтобы все было чистенько и расставляю посуду по местам теперь нужно разобраться со всеми этими шкафчиками тут у меня лежит всякие крупы макароны мука в общем все 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 у меня лежит в этих ящиках все что нужно для готовки конечно же нужно все поднять убрать чтобы не было никакой пылинки все хорошенечко протираю и аккуратно организую пространство ставлю на место решетку от вытяжки теперь она чистенькая и нужно разобраться в этом ящике тут у меня плюс-минус всегда чисто я этот шкаф протирают чаще всего потому что чаще всего им пользуюсь оставляя все на свои места так красиво убрано получилось теперь нужно помыть гриль гриль я мою обычным средством для мытья посуды просто пены протирают все и весь жир очень хорошо и легко уходит главное потом тряпочкой убрать всю пену все хорошенечко потереть чтобы гриль осталось чистым вообще люблю когда вся техника на кухне чистая блестит сияет это какое-то особое удовольствие и особый кайф после того как протерла гриль протираю сухой салфеточкой и все она чистенькая как новенькая убираем на свое место также нужно помыть все фасады всех ящиков эти ящики очень часто пачкаются потому что когда готовишь обязательно что-то проливается капает да и дети очень часто пачкают эти ящички поэтому все хорошенечко протираю чтобы нигде не осталось никаких пятнышек конечно же нужно разобрать ящик со столовыми приборами тут постоянно скапливаются какие-то крошечки не знаю откуда но не постоянно там есть в общем хорошенечко все протираю протираю лоток для столовых приборов аккуратненько раскладываю и стараюсь организовать пространство чтобы было удобно пользоваться всеми приборами сложила вилочки ложечки ножички такая красота теперь нужно разобраться с этим ящичком все никак не могу тут организовать так чтобы было удобно но для начала также все протираю всякие пылинки грязинки и решила в этот раз поставить вот эти контейнеры так тут у меня лежат весы пакеты различные и всякие такие мелочи допустим трубочки ситечки открывашки капучинаторы в общем вот как организовал сейчас мне очень нравится складываю сюда пакетики и пищевую пленку в общем так мне уже больше нравится как получилось теперь нужно отмыть эту грязнючую плиту как я делаю конечно же азелитом все забрызгиваю даю постоять несколько минуточек и просто кубочкой распределяю всю пену чтобы попало везде и не осталось нигде место без пены распределяю и в принципе даже не нужно долго ждать просто потом собираю кубкой эту пену и буквально за считанные секунды все отмывается становится чисто самое главное собрать кучу этой пены и конечно же все хорошенечко протереть чтобы нигде не осталось этого средства несколько раз протираю губочкой потом еще протирают тряпочкой чтобы наверняка все было чистенько и в самом конце протираю сухой салфеткой чтобы собрать всю влагу не чтобы плита близки тела ну вот в принципе и все все чистенько расставляю на место комфортки и с плитой закончена также нужно разобраться с этим ящиком протираю тут вылись в этом ящике у меня стоит все кастрюли сковородки пластины от гриля в общем это единственный ящик в котором у меня стоит все вся посуда в которой я готовлю также стоят всякие большие тарелки чашки и миски для готовки посуды стараюсь все организовать чтобы было удобно расставляю по своим местам и когда все расставляешь по своим местам сразу становится столько свободного места все красиво аккуратно всегда бы было так теперь нужно разобраться с этим ящичком протираю его снаружи протирают трубы возле него и также убираюсь внутри в общем здесь лежит все чем я не так часто пользуюсь допустим это измельчитель пакетики всякие формы для запекания вафельница также все протерла красиво аккуратно разложила и вот в принципе все тут у меня убрано конечно нужно помыть духовку просто забрызгиваю всю ази витаму жду какое-то время и видно прям как пена становится коричневого цвета тает весь жир и теперь самое сложно нужно собрать всю эту пену чтобы ничего не осталось жир ази витам растворяется очень быстро вымывается все прекрасно не остается никаких жирных пятнышек и не нужно ничего тереть но конечно сложно именно в духовке всю эту пену собрать чтобы ничего не осталось поэтому много раз мочу мою тряпочку и собираю эту всю пену чтобы действительно потом все было чистенько мою быстренько все снаружи духовку ну вот и все духовку не чистая красивая я очень рада и остается помыть один шкафчик это шкафчик подраковины он у меня оказывается самый грязный потому что все время и вот чем-нибудь заляпывать поэтому его ему озелитом но все это делаю очень быстро чтобы не испортить фасады быстро забрызгала протерла губочкой и собираю всю пену тряпочкой все быстро отходит шкафчики остаются чистенькими вот такая вот красотень также протираю пыль в самом ящичке расставляю все аккуратно и теперь остается только помыть раковину ну и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok